Генерального плана у этого поселка нет. Здесь у нас поработала хорошо администрация района и в крае. Значит, когда мы здесь утверждали генеральный план этого поселка, вставал вопрос, или переносить поселок. Значит, должна школа строиться вот там, где селась на траншеи Жгутовой, там должна быть школа и все остальное. Если мы этот генеральный план принимаем, строительство там, то значит на наши социальные все объекты, так как они будут не перспективные, деньги на ремонты и на все остальное выделяться не будут. Значит, эти объекты, то есть школа будет заходить, ее деньги не будут давать, мы ее строим, она это самое. Производство, которое существовало здесь, да, когда у нас западный ветер и восточный или южный ветер на запаха нет, когда северный ветер дует, да, есть запах, понимаете, нет. Но если, вот все говорят, в поселке в этом хорошо жить, но вот если там подуло немного, запах стал, значит там стало плохо. Давайте выбирать. Или это поселка вообще не будет тогда, его будут переносить, и когда его кто перенесет, ее никогда в жизни никто не перенесет. Если на ферму, если на ферму это будем закрывать, тогда где будет работа работников, которые здесь работают, 180 человек почти работают на первом отделении здесь. Можно перебиваться, а если не закрывать ферму, а переоборудовать, то есть какой-то проект разработать, чтобы... Хотя бы выйти на какие-то технологии, закрываться администрацией и краевыми профильными министерствами, которые именно не поддержали именно генеральный план, да, говорится? Почему закрывается? То, что на сегодняшний день мы выезжаем за территорию свинокомплекса и видим на несграниченных землях, которые государства и муниципальные, созданные сооружения, такие масштабные, которые именно не закрыты, никакой технологии не соблюдается, и этот весь запах, он у вас здесь. И вы говорите о том, что вот... Я говорю о том, что это составляет проект, но мы и тебя, понимаешь, нет? Да это я не могу... Проект составляли, есть проект, а то проект на это ведет... Так вы сами это решили, чтобы... Я тебе говорю еще раз, понимаешь, нет? А я читал... Если ты не видел проект, то сначала познакомься с проектом, и знаете, что... Я ознакомился... И вы не посмотрите, что там написано, что есть. Я ознакомился с... Ты плохо ознакомился, понимаешь, нет? Я не первый проект уже делаю. Какой ты проект делаешь, ты еще, не знаешь, совершенно, проект ты какой-то делаешь. Возможно ли технически снизить запах текаря? Никак. Потому что это животные, понимаете, они тоже должны иметь чистый, хороший воздух для того, чтобы давать привесок. У нас там стоит вентиляция, как у всех, притяжная и вытяжная вентиляция. Вот этот человек вообще ничего не знает, понимаете? Он говорит, можно закрыть кого-то, закрыть, чтобы там все не затопились. Понимаете, нет? Такая же вентиляция, как стоит здесь вентиляция, еще лучше даже вентиляция. И там такая стоит вентиляция. Оттуда, конечно, выходит. 120 тысяч свиней в городе Назаров за 50 тысяч людей. Запах, наверное, есть. А это 120 тысяч свиней, наверное, тоже запах есть. Потому что они поглощают кармары какие-то и выделяют, наверное, еще что-то выделяют. Понимаете, нет? И, конечно, от них будет запах. Но он же не вредный запах. Никто еще от этого запаха не умер. И все живут, наверное, и нормально живут. Те, которые живут в зоне запаха, то есть в зоне свинальника, они получают по 10 килограмм ежемесячно продукты. Из-за того, что они не должны держать ни свиней, из-за того, что они не дают запах. Им отдается ежемесячно, кто работает на свинной ферме, по 10 килограмм на работу еще мясо, там, колбасы и все остальное. Такой подарок дают. То есть кто работает? Кто работает, да. А там все, кто живут, там только работают. А-а-а. Здесь был построен у нас в Балахте, на Кажинах, на курорте. Он развалился и не стал давать. Потому что эти бактерии, твари, которые он хотел, они живут при 19 градусах температуры. Эта температура немного ниже, они все погибают. И вся биология окончилась. Если бы у нас был юг, где-нибудь там тепло было, и температура не послала ниже 19 градусов, да, такие биологические очистные сооружения могли строить. Или как Геннадий Больманович там взял, Роман Геннадьевич, взял, значит, Больман, там он с зданий привез эти очистные сооружения тоже. Он еще их не запустил ни разу, они не работают. Он только пока похваляется, но они не работали, работать не будут. Подтверждают. Да, подтверждают. Вот точно. Я был, смотрел. И здесь пришлось нам строить, уже не биологические, а мы посмотрели на шиферном заводе, химическую очистку, то есть оттисью алюминия. И сделали там очистку с засаживанием этих, ну, ренгетами этим осаживают. И там вот работают очистные сооружения, которые работают на поселок, сбрасывают сквозь на очистные сооружения. Да, вопрос, но этим вопросом тоже нужно заниматься? И этот вопрос сейчас, как раз, правда, вот этой всей большой работой по, так сказать, начнем с того, что просто проведем проверку всех предприятий с хозяйством по краю, а в последующем подключим наш научный потенциал. Мы с удовольствием будем рады, если ваши технологи, именно тех фермеров, которые сейчас уже занимаются этим хозяйством, включатся в эту работу. У нас хорошие взаимоотношения с Рановскими институтами Российской Федерации. И общими усилиями мы найдем выход из этой ситуации, чтобы мы на хозяйство, которое располагается вблизи поселков, ведь это же, верно говоря, и в большой мурте, и в творогу, и в степну. Это одна большая проблема. Вроде и работать надо на предприятии, но и воняет тоже как-то сильно неудобно. Это определенные недовольства и, в общем, мнении, может быть, прав населения человека Российской Федерации. Поэтому этот вопрос мы сейчас будем поднимать просто следующим этапом. На первом этапе мы просто всех проверим вместе с надзорными органами и посмотрим, где какие моменты, где просто можно просто это привести в порядок. И своими силами, может, просто тот этот человек не хочет делать. И тем самым просто простимулируем его более ответственно относиться к своему хозяйству. А вторым этапом это как раз помощь субъектам хозяйственной деятельности именно сельскохозяйственной отрасли в части модернизации их производств с учетом нашего научного потенциала. Какой-никакой, но он еще есть, наша Российская Федерация, и нужно его использовать. И Владимир Владимирович Путин у нас сейчас пытается всевозможными путями интегрировать тот оставшийся научный потенциал в бизнес, чтобы они находили такие пути взаимодействия, чтобы и наука была востребована бизнесом, и бизнес получал определенные гельные предложения от научного сообщества, чтобы все это в последующем привело к всеобщему плану. Вы только у себя 45 гектаров сделали навоза, чтобы весь поселок задохнулся, а отвезти не можете. Ну, 45 гектаров там неразграниченной земли просто навоза. Где, где? Ну, где, за термой за вашей. Каких там 45 гектаров? Ну, а сколько? Ну, посчитайте тогда сами, сколько вы там настроили, получается, сооружений. Так их понияты, я интересен согласно проекту. Какого проекта? Ну, они еще подумали? Веду не все подумали. Лучше, ты что-то было? Похало, это где-то. Вдох. Вдох. Поехало. Вдох.